Итак, друзья, вы прям вовремя, потому что у нас в гостях сегодня выпускник консерватории, некогда сексофонист, исполнитель популярнейший, отправляющий девушек в какой-то астрал, когда он только начинает петь, лично наблюдал, да, собственно, продюсер, отец, причем еще и исполнитель с именем эфиопского императора, Джакали! Доброе утро, ребят, всех приветствую. Еще его называют самый душевный рейпер России. Рейперы. Рейперы, да, именно так. Так, как мы можем обращаться к тебе, скажи, пожалуйста. Обращайтесь к Баха, так будет удобнее. Четыре буквы. Если что, я Баха, запомнил. Так, выглядишь ты прекрасно, выспавшийся, хотя как полгода отец. Полгода? Семь месяцев. Семь месяцев уже. Уже скоро восемь даже. Уже скоро должны появиться колики в животике и тому подобное, нет? Вот сегодня зуб вылез у нее верхний. Серьезно? Верхний, внизу вылезли. Как зовут прекрасного человека? Прекрасного человечка зовут София. 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 Давайте поаплодируем. Это же классное событие. Мы тебя поздравляем. У нас имя София, это греческое имя, а у нас имя арабского происхождения София. Через А? Да. Если мы возьмем София греческое, оно означает мудрое, а София означает чистая, искренняя, светлая, непорочная. Судя по всему, имя выбирал ты? Судя по всему, мы с женой, у нас было два варианта, и когда наша дочь родилась, мы посмотрели на нее и выбрали тот, который подходил ей больше к лицу, так скажем. Скажи, пожалуйста, кардинально изменилась твоя жизнь? Все? Теперь никаких тусовок ночью? А я, в принципе, никогда не был тусовым. Был у меня один момент. А я заметил. Ты взял и исчез как-то на два года. Да, да. Я, в принципе, был у меня один моментик в жизни, когда я немножко поплыл, да, не в ту степь. Вот. А так, с рождением дочки у меня начался новый период жизни. Более тебе подходящий, наверное, да? Который вернул меня в нужное русло. В то время, когда я был тем, кто я есть, вот, так скажем. Ты прошел курсы молодого отца, как менять подгузнички, как правильно купаться? Знаешь ли ты, что 35 градусов ванночка не выше и тому подобное? 35-37, да. Молодец. Четко. Ну, я скажу так. Мы... Спасибо моей жене за то, что она сама изъявила инициативу и сказала, что я тебя не буду обременять всеми этими моментами. Ты, пожалуйста, пой. Ты, пожалуйста, езжай, зарабатывай бабки, занимайся тем, чем должен заниматься мужчина, а я здесь тебя прикрою. Прекрасно. Какая молодец. Да. Прекрасно. Круто. Но я вижу, что жизнь действительно у тебя изменилась. Да. Ты как-то такой спокойный, равновешенный. Это классно. Дзенни абсолютно. Кстати, по поводу, собственно, бабок. Мы же, я, насколько знаю, ты же музыкальный продюсер, ты же пишешь музыку. Да, мы пишем музыку, да. Сколько стоит бит от главного хитмейкера Джакалева? Я уже не пишу биты в последнее время. Я занимаюсь тем, что я взял на себя ответственность бит-саунд продюсером, то есть у нас команда из аранжировщиков, сонрайтеров, да, которые пишут слова. И я занимаюсь именно контролем. Я выбираю звук и так далее. То есть мы сделали упор на сильные стороны каждого из нас в команде. И каждый занимается своими моментами. Главный вдохновитель, получается. Если мне нужно спродюсировать кому-то трек, то это будет стоить, наверное, дорого. Ну, то есть, в принципе, можно обратиться, сказать, под ключ, папка, сделай, пожалуйста, трек. В принципе, да. Если человек будет нормальный, адекватный, если песня будет не про жопы, сиськи, тусы и алкоголь, то, в принципе, я готов сделать что-то хорошее. А ты чего интересуешься у тебя есть? А потому что, извините меня, человек может в одну строчку подарить все женские комплименты, понимаешь? А мне нужно. Может быть, я хочу узнать, стоит ли под ключ. А обращался кто-то из известных нам исполнителей? Ко мне обращались один раз не исполнители. Хотя известным исполнителям я писал моту, капкан. Ну, это чувствуется. Рукомастера. Столько, много, я сейчас прям не вспомню что-то такого. Ярко. Вот вчера писали Эмину песню. Да, сидели. А ты помогаешь им на бэках? На бэках? Ну, грубо говоря, вот песня полностью готова, и ты такой, ну я вот вижу вот так вот, и мне дай помогу. Если надо оставить мои бэки, то почему бы и нет? Круто. Все ради того, чтобы был хороший результат. Ну, кстати, по поводу песни Моты Капкан, он говорил, что эта песня даже помогла кому-то воссоединиться, когда ребята расходились. Вообще песня такая судьбоносная. Мужчина подошел к нему после концерта и говорит, благодаря этой песне, говорит, я приехал с цветами и так далее. Мы помирились с женой, которые уже, в принципе, были на стадии развода. Это самое главное, что она принесла хоть какую-то пользу. Хоть какую-то. Хоть какую-то. Помимо бабок, да. Так, но давай вернемся к сегодняшней встрече. У нас песня, премьера песни «Живой звук». Собственно, она посвящена, я так понимаю, доченьке. Да, моей доченьке. Доча. Я даже не буду лишнего спрашивать, предлагаю прямо сейчас сразу и послушать. Друзья, кстати, у нас прямо сейчас вы можете не только слышать, но еще и посмотреть на странице авторадио ВКонтакте, как происходит выступление, как Джак Алиб здесь будет исполнять. Вообще живое все. Свежий трек в живом исполнении. Умеет ли он это делать живое, да? Поехали. Ну, слушайте, песня крута. Итак, дамы и господа, в эфире драйв-шоу «Поехали». Живой звук, премьера «Джак Алиб, доча». Поехали. Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна. И плывут облака В твоих миленьких глазах. И надеюсь, в твоих снах Где-то рядом есть я. И я одна из причин, по которой ты улыбаешься. Эй, как это прекрасно, быть отцом. Как это прекрасно, быть отцом. Стою на земле, но не весом. Я думаю, готов отдать тебе все целиком. Когда я смотрю на твое лицо, я пою. О, Боже, да. Как ты на меня похожа, да. Я счастлив, когда ты тоже, да. Ведь это чувство, да, дрожи. Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна. И плывут облака В твоих миленьких глазах. И надеюсь, в твоих снах Где-то рядом есть я. И я одна из причин, по которой ты улыбаешься. Как это прекрасно, быть отцом. Особенно твоим. Я видел всю планету, но в тебе есть целый мир. Ты еще не умеешь, но мы часто говорим. С тобой я нахожу себя другим. И я спускаюсь за сцены и смываю грим. Перед тобой без масок. Я верю, что любим. Перед тобой тот, кто я есть. Золото теряет вес. Когда мы лишь глазами говорим Из грубого, типичного, брутала, наглеца. Я превращаюсь в твоего миленького отца. И словно за мгновение пролетают месяца. В тюбе я постоянно наблюдаю чудеса. И пою, о, боже, да. Как ты на меня похожа, да. Я счастлив, когда ты тоже, да. Ведь это чувство, да, дрожи. Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна. И плывут облака в твоих миленьких глазах. И надеюсь в твоих снах, где-то рядом есть я. И я одна из причин, по которой ты улыбаешься. Но мёд! Мёд! Мёд, Лёша! Мёд подходит, мёд подходит. Мы Софии передаем привет дальше. Слушай, я представляю, что когда она станет старше и послушает, как это будет приятно. Многие об этом говорят, да. На свадьбе особенно, представляешь? О, да, кстати, хорошая идея. 20 лет пройдет, хотя, наверное, ты хочешь, чтобы постарше, да? 20 лет просто это странно. Я вообще хочу, чтобы как можно позже это произошло. О, я тебя понимаю. 30-ки лучше. Но это будет очень круто. Друзья, только что мы послушали с вами, а вы еще и посмотрели на странице ВКонтакте, как исполняет песня «Доча Джакалип» в нашей студии. Круто. Присаживайся к нам, пожалуйста, за стол. А мы вернемся, друзья, сюда, продолжим наше общение. И еще, конечно, поиграем в одну интересную забаву в нашем госте, музыкальным артистам. Слушай, вычитал я в интернете, что ты никогда не загадываешь желание и ничего не планируешь. Правда? Или все поменялось уже кардинально? Нет, у меня есть какие-то планы касательно работы, но это больше связано с задачами, к поставленным целям. Ну, а то, что мечтал, уже исполнил? Машин, квартир, дом на море, там, еще что-нибудь? Да, то, что я просил у Бога, вот, касательно таких моментов, да. Все случилось? Да, да. Это, я смотрю, довольный. Перечислять будем или нет? Перечислять, что у меня есть? Ну, что у тебя, да. Да, много чего есть, да. Машины, все есть. У мамы есть машина, у папы есть машина, у меня есть машина. У жены есть машина с водителем. Да все, ладно, с машинами, понятно. Все, ладно, мой папа. Я к тому, что вел? Новый год же на носу, мало ли, может быть, какое-то есть тоже заветное желание. Заветное желание? Ну, да, что-нибудь, может быть, ты хочешь. Да, блин, я хочу просто провести Новый год в спокойствии со своей семьей. В компании и семьи. Я всегда провожу Новый год в компании семьи, потому что у меня у мамы 1 января день рождения. А, ну ты что? Плавно перетекающие подарки. В 10.30 я ищу цветочный магазин, который еще работает и который не заряжает цены очень сильно, потому что такое время, да. Вот и в 12 часов по стойке смирно мы поздравляем маму. Вот кушаем вкусную еду, готовим вкусную еду с отцом, готовим горячее блюдо, девушки, женщины. Ты прямо реально сам? Мы вместе с отцом, у меня отец хорошо готовит, я ему помогаю и участвую его по дороге, да. Ну, шашлык вот или что вы делаете? На Новый год азербайджанцы едят индейку ля ванги, это фаршированная индейка, допустим, с орехами. Просто индейка, которая фаршируется либо орехами, вот, которая вкусно запекается. И это мужчины делают все? У нас горячее блюдо в основном в доме делают мужчины, но и женщины хорошо готовят, но... Если б я знал, мы бы сейчас индейку внесли бы, хотели бы мастер-класс. Если у отца фирменно получается готовить азербайджанскую кухню, то мы, конечно, берем это на себя. И, я думаю, в этом году мы приготовим шах-плов. Вот это вот интересное блюдо. Еще мощнее. Значит, берется рис, что-то вроде риса басмати, я не знаю точный сорт этого риса. Да, длинный белый рис, да. У нас есть открывашка вкусная? Съешь меня. Съешь меня, пожалуйста, чтобы сразу сейчас Жак-Али поступил у нас экспертом. Есть? Конечно. Давайте. Подожди, подожди. Итак, друзья, у нас шеф-повар Джак-Али. Встречайте. Съешь меня. Пожалуйста. Круто. Берем рис. Берем рис. Белый рис а-ля басмати. Белый рис. Его отвариваем отдельно. Отдельно жарим баранину. Немножко с лучком, там, ну, для вкуса. Жарим чуть-чуть, чуть-чуть поджариваем сухофрукты. Обязательно нужно найти съедобный хороший каштан, который очень вкусный. Естественно, каштаном найти. Сухофрукты, изюмы. Это все берется потом, как бы, заворачивается в лаваш. Так. Из этого делается пирог. Ага. Из этого делается пирог. Это все отдельно приготовленное засовывается в этот лаваш. Таким слоем покрывается, как торт. Ставится в печку, запекается. Короче, огонь, это очень вкусно. И потом этот лаваш становится такой вкусной корочкой. И за этим лавашом, ну, кто успел, тот и съел, короче. Ну, судя по всему, кто успел. Короче, это невероятное блюдо шахплов. Если будет время, посмотрите в интернете. Ну, у нас теперь есть рецепт. Мы теперь приготовим, как ты говоришь. О, это так вкусно. А, и шафран, конечно же. Без шафрана никуда в этом блюде. Шеф-повар просто реально, да? Давайте быстро от еды перейдем к тому, что ты тоже делаешь лучше всех. Это песни, это музыка. У нас есть для тебя игрушка. Мы взяли несколько музыкальных битов. Сейчас на них наложим текст. А ты должен, в свою очередь, послушав, отгадать. Это вообще, как бы, текст реальной песни? Или, может быть, это не песня, а просто поэзия известного человека? Интересно, интересно. Давайте. Мы взяли, прям постарались, чтобы это было, знаешь, ну, хотя бы чуть-чуть. Чуть-чуть дотягивались до твоих уникальных текстов. Отличи песню от стихотворения. Готов? Все, готов. Давайте, у нас Лиза начнет первая. Дайте им бит, пожалуйста. Поехали. Три, два, МС, Калинина! А хочешь, подарю тебе звезду, которая зажгла зените лето и не уходит даже на рассвете. Неси покой, тепло и красоту. А, лови, лови. Я ею тоже обогрета. Все, пожалуйста. Ну, это стих. Стих? Это стих. Ну, может быть, Калинина просто залажал немного. Ну, может быть. Стих. Такое для песни не очень стандартное построение. Ну, в первом четверо стиши было А, Б, Б, А. Ну, мало кто сейчас так пишет. Могу сказать, кто это? Да, пожалуйста. Это Борис Пастернак, ты был прав. Молодец. Один, ноль. Хорошо. Так, позвольте тогда. Ты, я. Дайте бит. Первый тайм. Месяц май. А, много тайн. Просто знаем, забываем. Запах рая, 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 рая. Ну, ты понимаешь, да? Вот тут сейчас идет перебор. И поехали. Ну, давай, разгадай. Я в Англии. Я не вижу край. Все. Исполнитель так из меня, поэтому... Если это был бы стих, он был бы очень плохой, я считаю. А что, мое исполнение было плохое или текст? Нет, исполнение хорошее. Это больше похоже на песню, как я считаю. Больше похоже на какую-то считалочку, что ли. Поэтому я, наверное, выберу вариант, что это песня. Кто бы мог это спеть, как ты думаешь? Что-то рай, бога рай, выбирай. Ночь луна, тишина, ты умна, хоть одна. Мы с тобой просто так. На пятых мошенников, да, похоже, немного? Да, что-то вроде того. Но это Джонни. Это Джонни? Ты беспощадна. А, это песня. Как да, наряд. Просто мы взяли тот текст, который мало кто помнит. Прикольно. Ближганцу. Пока что 2-0, ты опять лидируешь. Да что ж такое. Ну и что ж, финал от Ивана. Я боюсь, это будет частушка. Поехали, давай. Кто чар ее не избежал, отныне знает счастье, кто пылью лет у милых ног, душевный впитывает счастье, измучит, станет обижать. Но ты не будь в обиде. Все, что подобное луне нам посылает счастье. Ну, ты немножко сбился там. Да у меня везде сбился. Я же говорю, это вообще не мое. Уехала немного от нас. Как ты думаешь, что это? Ну, кстати, у него с рифмой не все однозначно у этого автора. Ну, зато музыка хорошая была у тебя. Больше похоже на стих. Больше похоже на стих. Как тут ты понял это? Все очень просто. Песня, она больше... Если бы это была песня изначально написана, она больше подходит под ритмический рисунок. А стихи все-таки под ритм не писались. У них есть какой-то свой слог. И когда ты берешь стих и его накладываешь сверху на бит, он прям светится, что он не подходит ритмически под музыку. Какая бы она ни была. Три из трех. Бинго. Да, это Амар Хаям был вообще. Молодец. Ты взял... Теперь понятно, почему. Сухую наш делал просто. Если, да, обратиться к Жакале, будет очень дорого. Теперь все понятно. Нет, это будет дорого, потому что, если, допустим, тратить на этот день, и можно в этот день где-то выступить за тоже энную сумму. Вот, поэтому это будет стоить примерно так же, как и выступление. Ну, я думаю, что в новом году у тебя будет просто колоссальное количество выступлений. После, особенно, трека под названием «Доча», желаем ей тоже быть невероятной красоткой и умной слушаться родителей. Спасибо тебе большое, что заглянул к нам. Вам спасибо. Всего самого забота. Мы, кстати, познакомились, первый раз на шоу поехали. Очень рады. А ты думаешь, что мы тебя отпускаем, что ли? Я думаю, мы будем очень часто видеть его. Естественно. Обязательно. Спасибо большое, что пришел к нам в гости. Жакале был у нас. Спасибо. В эфире «Драйв шоу» поехали. Пока-пока. В эфире «Драйв шоу» поехали.